Если в Крокусе целью было уничтожить как можно больше ни в чем не повинных мирных людей, то в Дагестане это не было целью 100%. И они этого не делали. Они целенаправленно охотились на представителей российских силовых структур. Их они действительно целенаправленно убивали. Они изначально поставили перед собой цель в тот круг людей, которых они определили как заслуживающих смерти, кого они будут атаковать. В это число вошел и вот этот священник, которого убили. И смотрите, его, по-моему, уже установленные данные, его застрелил вот этот как раз спортсмен. И жена этого священника свидетельствует, что она была. То есть он перед ней его застрелил, но ничего не сделал с этой женщиной. И по поводу этого человека, представляете, Меликов дает комментарий и говорит, значит, этот общественник с туманным прошлым. А этот чувак, он, значит, был в Германии, там он сидел за какое-то, что-то там связанное с ИГИЛом, отсидел и вернулся. Вот смотрите, я не знаю, кто этот человек. Ровно неделю назад в Дагестане, в Махачкале и в Дербенте произошло нападение. Прошла неделя, и за это время я все ждал, кто может, кто возьмет на себя ответственность. Либо будет какое-то расследование, по результатам которого можно будет сказать, что за этим стоит какая-то организация международная террористическая или еще какая-то. Но за эту неделю ничего подобного не произошло. Что мы имеем? Мы имеем ситуацию, которая, ну, беспрецедентна на самом деле. Как бы, я сейчас смотрю различные журналисты и официальная российская пропаганда и оппозиционные. Все проводят некую цепочку, то есть на Крокус-Сити, в Ростовской, события в Ростовском ИК и в Дагестане. Но они ведь настолько разную природу имеют, эти события. Ведь то, что произошло в Крокусе, ну, и само даже это событие было неординарным на самом деле. Даже для того же, для той же организации ИГИЛ это было как-то несвойственно. То есть те люди, которых затем поймали, то, что они вообще, в принципе, попались в руки, то, как они себя вели, как они говорили. Это было очень странно. Я тогда еще пошутил на тему, что, возможно, неужели ИГИЛ начал привлекать там аутсорс для исполнения своих террористических актов. Но потом ситуация в ИК, ее вообще я даже не знаю, как ее можно в этом рассматривать. Она вообще какая-то не подходит к этой теме. Единственное, ее можно рассмотреть с Крокусом, потому что и здесь был ИГИЛ, и там ИГИЛ. И там на себя ответственность взяли ИГИЛовцы. А здесь вообще, в принципе, видеоролики, и вся символика, все было связано с ИГИЛ. Но самое важное, что и там, ну точнее, ИК, я скажу, что это не вообще, я считаю, что это не в этой теме, не нужно это обсуждать. Но в Крокусе целью этих террористов было уничтожение как можно больше ни в чем не поминных людей. Они целенаправленно убивали гражданских, беззащитных людей, женщин, мужчин, детей, неважно, кого угодно. Они просто стреляли в толпу и пытаясь как можно больше людей убить. Но то, что произошло неделю назад в Дагестане, это ведь, во-первых, потому что за этим не стоит, ну официально, по крайней мере, ни одна террористическая организация не взяла за эту ответственность. Это уже совершенно другой случай. И личности этих людей, нападавших, то, кем они являлись, это делает, это выводит эту ситуацию вообще на какой-то другой уровень. То, как они себя вели, как они действовали, это совершенно другой уровень подготовки. И моральной, и физической, и всей материальной. Во-первых, сами люди являются представителями власти, можно сказать. То есть это двое из участников, дети главы этого района, Сергея Калинского, по-моему. Один из них его, то ли его племянник, то ли племянник его жены. Один спортсмен, ну тоже так более-менее известный. Все они являются людьми материально обеспеченными. У каждого из них там свой какой-то бизнес, кто-то в строительном бизнесе, кто-то там в каком-то другом. Один из них, по-моему, вот этот племянник, являлся членом партии «Справедливая Россия». Сам их отец являлся членом партии «Единая Россия». С каких-то там до исторических, я не знаю, 80-х годов, коммунист. То есть где-то в банке, занимался каким-то банком, работал. Ну коммунисты, я сейчас не в том смысле говорю, что он там имел партбилет, хотя он, может, его и имел. Я имею в виду по натуре, таких людей у нас обычно называют коммунистами. То есть он такой типичный представитель вот того поколения. И в этой региональной власти, в нее он встроен тоже очень давно. Его как-то заподозрить в том, что он имеет какие-то там убеждения, там, сепаратистские и так далее, ну не приходится абсолютно. И вот представьте, из этого круга люди в какой-то момент они решают, что они должны не просто там уехать куда-то за границу, допустим, создать телеграм-каналы, или иметь какие-то ресурсы и рассказывать о том, какая плохая там власть, как они воруют, например. Или о том, что мы, значит, оккупированы и должны освобождаться. Они решают, что они должны купить оружие, боеприпасы, хорошенько подготовиться, сделать план. И в один назначенный день выйти и начать атаковать представителей российских силовых структур. Понимаете, чтобы на таком уровне люди, то есть люди, живущие, золотая молодежь, обеспеченные, причем там родственные связи с очень серьезными чиновниками, чтобы вот в этой среде люди собрались, организовались, все это спланировали, подготовили. Вы представляете, что там должно было происходить? На каком уровне там должны происходить дискуссии? То есть это совершенно другой вообще уровень того, что произошло, то, что произошло в Дагестане. Это вообще другой уровень. Мне кажется, с такой темой Россия не сталкивалась очень давно. А Дагестан вообще никогда не сталкивался с такой темой. И как бы там ни пытались их всячески демонизировать, как можно сильнее их демонизировать, очень много фейков было на тот момент. И я сейчас не пытаюсь их наоборот оправдать. Я просто пытаюсь объективно оценить то, что произошло. И вот эти первоначальные сообщения, что там захвачены 40 заложников церкви, что-то там где-то в синагоге опять-таки заложники, очень много было фейковой информации, которая, кстати говоря, затем даже представителями власти была опровергнута. Но благодаря тому, что есть очень много видеосвидетельств того, что происходило, мы сейчас можем говорить, что большинство из того, что звучало и звучит по телеканалам, и российским официальным, и даже оппозиционным, не соответствует действительности. Мы видим, что, смотрите, разница между Крокусом и тем, что произошло в Дагестане. Если в Крокусе целью было уничтожить как можно больше ни в чем не повинных мирных людей, то в Дагестане это не было целью 100%, и они этого не делали. Очень много есть записей, где, например, они машину, они останавливают машины в Махачкале, по-моему, чтобы взять себе, отобрать какую-то машину и на ней поехать. И там видно, что они останавливают, кого-то отпускают, кого-то следующего отпускают, и в итоге 2, 2, 1, 14 они останавливают, видимо там он один за рулем сидит, они его выводят, он уходит, они потом останавливают его, говорят, вещи свои ему забери, еще ему отдают его вещи. То есть они не убивают ни в чем не повинных людей, понимаете, мирных. Они целенаправленно охотились на представителей российских силовых структур. Их они действительно целенаправленно убивали. То есть это говорит о том, что они изначально поставили перед собой цель, они спланировали это все, и у них была цель, значит, кого мы будем, допустим, атаковать, кого мы ни в коем случае атаковать не будем и не должны. И вот в тот круг людей, которых они определили как заслуживающих смерти, кого они будут атаковать, в это число вошел и вот этот священник, которого убили. И помните, первые сообщения были, что там чуть ли голову отрезали, голову перелезали. Это все тоже опровергли. Он был застрелен, и смотрите, его, по-моему, уже установленные данные, его застрелил вот этот как раз спортсмен. И жена этого священника свидетельствует, что она была, то есть он перед ней его застрелил, но ничего не сделал с этой женщиной. Почему? Потому что изначально, понимаете, они так спланировали. Они когда цели перед собой ставили, ставили, они четко вот этого человека, значит, как цель определили его и одного его. Но там жена, например, его и прихожане этой церкви не были в числе. Поэтому их не тронули. То есть организованно здесь мы видим. Те же там охранники, допустим, синагоги, которые были убиты, они входили в это число целей, в их понимании. Я сейчас не говорю о том, о моральной стороне этого вопроса. То есть понятно, что нападение там на ни в чем не повинных людей, это 100% этого делать нельзя. Я сейчас говорю о том, что сравнивать это с тем, что произошло в Крокус-Сити, а точнее говорить, что это похожие ситуации, но это неправильно, они абсолютно не похожи. У этих двух ситуаций разная природа. И вы заметили, сейчас по телеканалам российским, в том числе и оппозиционным, теперь говорят, теракт исламистов. То есть их уже не могут приписать конкретно ИГИЛу или какой-то другой действующей террористической организации. Теперь говорят, это значит нападение исламистов. Просто их как бы какой-то общий такой ярлык на них повесили и называют их исламистами. Само, конечно, это слово, оно так себе. Но я сейчас, ладно, не об этом. В принципе, понятно, что их будут по-разному называть. Но для меня до сих пор остается много вопросов. То есть для меня это тоже не такая понятная картина. Для меня там очень много всего непонятного. Как они вообще к этому пришли? То есть какова была цель? Для меня очень странно, что нет никакого видео или иного обращения от этих людей. То есть это не характерно, понимаете? Обычно, когда люди готовятся к подобного рода акции, они предварительно снимают какое-то видео, то есть свои цели, задачи обозначивают. Так бывает всегда. Либо это какая-то, я не знаю, письменная статья, либо это аудиосообщение, либо уже после их гибели от их имени представители той организации, к которой они обходили, они о чем-то рассказывают, значит, о целях этой задачи, там говорят, чего им удалось добиться. Здесь ничего нет. То есть они сами ничего нам не рассказали, чего они пытались добиться. Никаких их представителей не осталось, которые могли бы нам об этом рассказать. Ну, не знаю, может быть, дальше будет еще какая-то развязка этой истории. Может быть, мы что-то об этом узнаем. Я это не исключаю. Но я уже сейчас могу точно сказать, что то, что сделали они, вот это нападение, произошедшее в Дагестане, я ничего подобного до этого не помню. Ни в Дагестане, ни в целом в России. Ничего. Эта ситуация, она очень серьезно отличается от всех, что были до этого. И самое печальное в этой истории, что после того, что они сделали, вот этот принцип коллективной ответственности, он вообще на какой-то такой бесстыжий уровень выведен. Его отца просто наглую его, значит, берут, фабрикуют там какую-то статью оскорбления, что-то там, полиганство, на 10 суток его закрывают, разумеется, чтобы затем возбудить уголовное дело, как пособничество в терроризме. И нам говорят, он на допросе, отец признал, что знал о ваххабитских, вот так это, цитата, о ваххабитских убеждениях сына. Вот я 100% уверен, что даже если этот отец так сказал, то вот под ваххабитскими убеждениями он имеет в виду не то, что он знал, что его сын готовит нападение, что он там покупает оружие, боеприпасы и собирается в один день выйти и убивать сотрудников российских силовых структур. Вот это вообще не это он имел в виду. Когда он, если он даже такое сказал, он, наверное, имел в виду его религиозные взгляды. Ведь под ваххабитскими убеждениями у вот этих обычно представителей суфизма или там вообще этих коммунистов, они всегда подразумевают именно религиозные взгляды человека, что он не приемлет вот эти суфистские там всякие танцы, там взывания кому-либо помимо Господа. То есть такие вещи. Это не подразумевается. Кстати, Шведов, главвред Кавказского узла, он этот момент отметил. Он сказал, что это... Я знаком даже. Я знаком с многими ваххабитами. И это нормальные, музыкально послушные люди. То есть об этом сейчас пропаганда говорит, что он знал, он там пособствовал. Да как он мог знать и пособствовать? Я приблизительно понимаю убеждение его отца. Если бы этот отец знал, что его дети готовят подобное, да он бы там на любом уровне эту тему остановил. Вышел бы там на представитель любых властей, чтобы не дать подобному совершиться. Понятно, что он этого не знал. И на фоне вот этого всего, смотрите, Россия, она всегда как она делает выводы? Когда что-то такое происходит, а это, смотрите, вот это вот недовольство системой произошло ведь не в каких-то там маргинальных кругах, не среди людей бедных, не строителей, не среди строителей, которые работают круглый день под открытым солнцем разнорабочими там на различных стройках. Это не они. Это обеспеченные люди, встроенные в вертикаль этой власти, имеющие все возможности там, в общем, ни в чем не нуждающиеся. Это они вышли на такую акцию. И вот представьте, власть, она видит, она понимает, что в их среде подобное произошло. Что она делает? Она идет и начинает проводить рейды в мечетях. В Астрахани окружили мечеть в пятничный день. Мусульман, которые выходили, значит, всех там проверяли, одного избили на месте, пришлось там вызывать скорую, то есть без чувств его засунули в этот уазик. Такие методы. Они, вы поняли, это ведь борьба против того, чтобы подобное не происходило. А можно, то есть ты борешься в мечетях с обычными прихожанами этих мечетей, это не представители власти. Это обычные прихожане. И это не они совершили нападение. Это не их среда вообще. Они приходят туда и, значит, начинают там бороться. Сегодня я видел видео, где, значит, какая-то история с какой-то врачихой, которая там девушке с никабом что-то сказала, в общем, ее не обслужила. И какой-то там активист, значит, связался с ее руководителем, заставили ее извиниться. И вот сегодня к нему уже ломятся представители российской полиции. Он записывает видео, говорит, ко мне ломятся. Если что, у меня ничего запретного нет. И по поводу этого человека, представляете, Меликов дает комментарий и говорит, значит, этот общественник с туманным прошлым, а этот чувак, он, значит, был в Германии, там он сидел за какое-то, что-то там связанное с ИГИЛом, отсидел и вернулся. Вот смотрите, я не знаю, кто этот человек. И может быть, он действительно имеет туманное прошлое, я понятия не имею, но я на сто процентов уверен, что будь он не активистом, который заступился за девушку в Никабе, а будь он, например, активистом, газующим за СВО, там отправляющим туда гуманитарную помощь и так далее, памперсы там для этих солдат. Вот Меликов бы так не высказался, его бы не волновало его туманное прошлое. Он бы им гордился, награждал бы там и вставил бы его в пример. То есть понятно, что это все последствия вот этой вот акции, произошедшей в Дагестане, теперь идет на всех уровнях, просто любое проявление какой-то религиозности, с этим идет борьба. И вот они думают, что таким образом они смогут побороть подобные проявления. Они не понимают, что эти проявления произошли как раз таки из-за того, что они вот таким вот образом давили и это вылилось, то есть они ответку получили там, где они вообще не ожидали, среди своих же. И они вместо того, чтобы сделать выводы и наоборот как-то попытаться облегчить людям жизнь, чтобы и верующие люди могли свободно исповедовать там свои религиозные убеждения, вместо этого они наоборот теперь всячески давят. мусульман на всех уровнях. И в конечном итоге, вот смотрите, например, в этой же мечети они провели этот рейд, избили там этого человека, без чувств его захинули в машину. А вот потом выяснится, что через два месяца или три месяца он, например, окажется в каком-нибудь, в какой-то компании, которая с оружием в руках выйдет, чтобы вот этих вот ментов отстреливать. И потом наверняка будут задаваться вопросом, как могло произойти так, что вот этот человек вдруг радикализировался. Но вы поспособствовали этому, избив его и закинув этот уазик, применив в отношении его силу, вы поспособствовали этому. Субтитры создавал DimaTorzok